Когда мне было 14, я бухал как не в себя. И не какие-то там напитки в баночках, а чертову водяру, прямо из горла. Но в этом нет моей вины. Меня заставили взрослые. Как это могло произойти и почему взрослым нужно спаивать подростка? Этими вопросами задастся любой нормальный человек. Но я связался с ненормальными. Некий мужик Карлос буквально через воронку вливал в меня водку, чтобы подавить необычную силу в моей руке, которая оказалась побочным эффектом от сдачи в аренду части моего головного мозга. Понимаю, звучит очень фантастически, но это чистая правда. Каждый из вас поверит, когда увидит вот эти доказательства, они будут вот здесь. И теперь все дошло до полнейшего дна. Я лежал в подвале пьяный, а напротив меня был Карлос, который хотел меня связать. Давай сюда свои вялые руки, свяжу-ка на всякий пожарный. Тебе повезло, что я пьяный. А мне всегда везет, потому что в этом заведении все всегда пьяны. А я-то думал, ты нормальный чел. Помогаешь мне. Так я помогаю тебе. Я связываю тебя ради твоего же блага. А спецслужбы тебя разыскивают тоже для моего блага. То, что ты узнал от этого агента, полная чушь. Они ничего не знают про меня. Они назвали тебя самым разыскиваемым преступником в мире. Ты шпион, черт знает какой страны. Потому что никто не может отследить финансирование. Ты типа сам себя финансируешь за счет майнинга криптовалюты на нейросетях из человеческого мозга. Ты похищаешь подростков и проводишь эксперименты на их мозгах. Используешь их для того, чтобы создать био-нейросеть. Какое право ты имел сживить в меня нейросеть, еще и непроверенную? У меня рука из-за тебя не работает. Потому что была задета часть мозга, отвечающая за двигательную активность. У меня теперь неконтролируемая рука. Это ты мне еще спасибо скажи, что не задета часть, отвечающая за пищеварение. А то был бы неконтролируемый понос. Очень смешно. Тебя обязательно найдут. Я видел того агента. Он гребаный псих. Он тебя из-под земли достанет. Отпусти меня, пока не поздно. Зачем я тебе нужен? Послушай меня. Твой мозг дает невероятный отклик на просчет людского поведения в социальных сетях. Я на основе нейросети в связке с твоим мозгом раскачал уже до миллионов аккаунты в социальных сетях. Осталось еще немного до полного контроля. Да нахрена они тебе? Я видел эти дурацкие ролики типа тиктока с моим участием. Кажется они были созданы моим мозгом. До сих пор еще никто в мире не мог просчитать формулу вирусности. Раньше это была чистая случайность и везение. Кто-то написал песню или стишок, который распространился и всем залип. Но теперь этим можно управлять. Да зачем тебе это? Потому что зная как работает вирусный контент, можно одной лишь кнопкой все человечество превратить в одну единую нейросеть. При этом не повреждая мозг как тебе. Так что в некотором роде я спас большое количество людей от повреждения мозга. Ну а сейчас с вами хочет поговорить создатель этого сериала. Слушаем внимательно. Недавно я выбирал ноутбук детям для серфинга в интернете, каких-то мелких игр и немного приуныл, когда понял, что ноутбуки, к которым мы привыкли сейчас в магазинах, с каким-то размытым понятием гарантии. Если что-то случится, ничего не подчинят, деньги не вернут, а ценники-то выросли. Но когда я увидел Osio Focus Line 150i, сначала не поверил, что такое может быть. И был просто шокирован. Он выглядит премиально, а ценник на ноутбуке Osio Focus Line 150i начинается от 50 тысяч. i5 процессор 11-го поколения, 16 гигабайт DDR4 оперативки, 512 SSD, компактная зарядка USB Type-C, широкий угол раскрытия и клавиатура с подсветкой. В линейке есть устройства без операционной системы, но, конечно, удобнее взять предустановленный лицензионный Windows, который сразу обновляется до последней версии. Поэтому Osio Focus Line 150i отличное решение для различных офисных программ, графических, типа Photoshop или даже можно монтировать видео. Но главное, для чего нужен этот ноутбук, это портативный. 8 часов он спокойно вытягивает без зарядки. Очень крутая IPS-матрица, яркость 300 нит, есть камера 1,9 мегапикселей для качественной видеосвязи. Конечно, Cyberpunk не потянет, но на минимальных настройках можно поиграть практически во все игры. Сзади есть доступ к двум слотам оперативной памяти, доступ к которым никак не влияет на гарантию. Конечно, это не игровой ноутбук, но, повторюсь, 50 тысяч рублей, винда-лицензия, полная официальная гарантия, премиальный внешний вид и поддержка 24 на 7. Чисто кайф. И как это возможно? Через вирусный контент мы можем загрузить в человека идеологию, образ мышления и паттерны поведения. Люди будут действовать и жить в соответствии с загруженной из ролика информации. И самое интересное, что они будут думать в соответствии с этой информацией, напрягать мозги, работать, действовать, всю жизнь класть на это. А я лишь кнопку нажал. Раньше всех до этого догадалась религия и загрузила идеологию по типу добра и зла, что такое хорошо, что такое плохо, но этого не существует. Это все для того, чтобы управлять людьми. Это в тебе добра не существует, а я добрый человек. Хм, ты поэтому оскорблял отца? Поэтому ты обманул училку и написал сочинение на нейросети, а потом хвастался, какой ты умный. Это по-твоему добро? По крайней мере, я не причинил никому вреда. Хм, ты взбаламутил всю школьную систему, поставил новую планку качества сочинений. Теперь другие ученики должны стараться изо всех сил, чтобы получить хотя бы четверку. Но зато я поднял общий уровень школы обманным путем. Вот видишь, даже у тебя добра не существует. Это лишь идеология, чтобы управлять тобой. Ты просто злой человек, которого в детстве не научили, что такое хорошо, что такое плохо. А соврать маме, ее день рождения, что ее суп великолепен. При этом он полное дерьмо. Это плохо? Где твои ориентиры? Что такое хорошо? Что такое плохо? Ну, бывают исключения, но воровать точно плохо. А это придумали для того, чтобы люди не трогали богатства, которые были награблены у них же, правительствами и корпорациями. Чтобы тот, кто награбил, был защищен идеологией, подкрепленной законами. Ну, не знаю. Но убийство точно плохо. А убить преступника, который держит заложников, это добро? Ну, да. А что, если в заложниках маньяк, и ты это узнаешь? В этом случае убрать преступника, это добро или зло? А? Эмм. И так можно до бесконечности находить логические дыры в общественных понятиях добра и зла. Потому что это пустое. Под ними нет ничего. Это выдумка для управления тобой. Это такой же программный код, внедренный внутрь людей. Что-то ты меня запутал. Нет. Я включил твой мозг. Точнее, то, что от него осталось. Просто запомни, не существует добра и зла. Существует только выгода. Личная и общественная для стаи. Отпусти меня. Мне плевать, что такое хорошо, что такое плохо. Но есть закон. Задерживать человека нельзя. Закон? Боже. А с чего ты решил, что я должен жить по законам каких-то людей, которые написали его, не согласовав со мной? Что за тупое подчинение законам? Тебе скажут, не носи телефон в школе и что? Ты послушаешь? Да ты пронесешь его в носки. Он продолжал болтать, но мое внимание рассеялось. Я не пил ничего, кроме водки, несколько недель. Нормально не спал, не мылся. И вся эта чушь для меня звучала, как шум. Мой мозг был истощен и пьян, чтобы воспринимать что-то адекватно. Я уже просто хотел нажраться в водке и отключиться. Закон это шляпа. А вот идеология это мощь. Если бы ты был уверен, что пронеся телефон в школу, ты совершишь вселенское зло. И где-то в мире умрет невинный человек в этот момент. Если бы ты прям верил в это, ты бы не пронес. Ладно, я устал от этого всего. Делай что хочешь. И сегодня наступает великий момент, когда идеологию можно будет загрузить всего лишь одной клавишей. Карлос опять надел на меня эту чертову сетку с каким-то проводом. Карлос быстро что-то печатал на компьютере и тут моя голова запульсировала. Я ждал резких болей, но видимо от водки было чуть полегче. Появился шум, а потом видения, которые начали сводить меня с ума. Дорогой, мне кажется, у нас скоро будет пополнение. Мы что, идем есть бургеры? Ты неправильно понял. Нас скоро станет больше. Мы что, идем есть бургеры? Ну ты совсем глупый. Я с два ребенка. Мы что, идем есть бургеры? Мам, пап, я дома. Мы что, идем есть бургеры? Дорогой, мне кажется, у нас скоро будет пополнение. Мы что, идем есть бургеры? что идем есть бургеры что идем есть бургеры что идем есть это длилось бесконечно что за какофония какая-то несвязанная херня постоянные фразы мы что идем есть бургеры просто сводили меня с ума я думал что уже мертв именно вот так выглядит ад что идем есть бургеры и так продолжалось бесконечно один за другим ролик за роликом мне казалось что прошло три года а потом и все исчезло товарищ полицейский у меня сын пропал но найдите его пожалуйста при каких условиях и где вы его видели в последний раз я его посадил мультики смотреть а сам магазин пришел вернулся и не ма видимо за водкой пошли что же от вас так раздит ладно с этим позже разберемся давайте показывайте где вы его видели последний раз да вот прям вот здесь на диване сидел и смотрел свой этот дурацкий китайские аниме на диване говорите а это что за бугор у вас на ковре да это под полом то там ничего интересного закрутки бабушкины банки склянки крысы но я должен спуститься мне нужно все осмотреть а уж не надо там так воняет я не был там несколько лет давайте здесь посмотрите и вообще ищите сына моего чем вы лазите по дому так может быть я найду какую-то зацепку где он отойдите я все осмотрю так что здесь ведро с мочевой да это я собаку здесь раньше держал и цепь и на ней немного крови так 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 да это точно собака была и она аккуратно в ведро пописывала да возьму я кусочек крови на анализ днк и вообще занимайтесь своим делом у меня горе сын пропал а вы тут обыскиваете меня оборотень так 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 оскорбление при исполнении думаете я не знаю вас алкашей вероятная история такая ваш сын мешал вам бухать а вы привязали его в подполе и забыли а он сбежал в ужасе так пройдемте в отделение анализ днк подтвердил это кровь вашего сына сами расскажете что здесь происходит или вам помочь ладно расскажу как есть дело в том что мой сын алкоголик вы шутите ему же 14 да он бутылку может всосать вот так вот вихрем за 2 секунды а если не сделает у него такая агрессия такая силища он одной рукой может просто удавить а такое возрастание силы возможно только при белой горячке и вы его решили привязать цепями в подвале и ведро вместо туалета ну а что мне оставалось делать ему нужно было пожить без алкашки хотя бы месяц ну чтобы перебороть зависимость знаете возможно это прозвучит странно от мента но я вас понимаю у меня у самого сына алкаш я вот тоже думал посадить его на цепь и не сделал этого и похоже это была ошибка и что с ним случилось да спутался с какими-то неформалами гонял по ночлежкам бухал также как ваш в школе пинал учителей а потом говорил нога мол не его надо бы не отмазывать его от колонии для малолетних может быть жив остался ну сидел бы и чего он случайно не упоминал о каких-то нервных социальных сетях они со своими соц сетями обезумели мой вон говорил я миллиард могу заработать а в итоге заработал украденные мозги что значит украденные мозги нашли тело а в нем нет мозга его вытащили вместе с глазами и спинным мозгом позже по поводу ночлежек он стучим не терся у автобусной 10 откуда ты знаешь у меня история один в один как с твоим сыном только у моего рука у твоего неуправляемая нога скорее поехали туда я очнулся от звука клавиш рядом сидел карлос и что-то печатал на ноутбуке сколько я спал ты спал около трех недель и пропустил самое интересное мне уже ничего не интересно мой мозг не умеет радоваться удивляться интересоваться и абсолютно пустой все таки я был прав не послушав закон и использовал мозги ребенка для обработки на нейросетях я задействовал всю нейросеть и она создала два вирусных мема они проникли в сознание всех людей каждый узнал о них мемы мне кажется ты хотел создать идеологию юмор расслабляет самоконтроль и открывает подсознание а это возможность загрузить идеологию моментально и к тому же люди будут сами ее распространять и уговаривать других людей посмотреть этот мем и и вгрузить в их головы идеологию и будут объяснять суть этого мема и вербовать все новых и новых людей что это за бред такой что идем есть бургеры я думал у меня просто температура это что реально в интернете это лишь первый какая у него к черту цель что за чушь это полное дерьмо из моих больных кошмаров нейросеть просчитала что нужно людей заставить набрать общий вес тела потому что при повышении общего веса населения снижается интеллект а постоянное напоминание о бургерах в социальных сетях подняло средний вес населения планеты на 5 килограмм весь интернет теперь в этом каждое второе сообщение с фразой мы что идем есть бургеры и конечно о чем думает человек о том что было бы неплохо съесть бургер да и вообще это вкусная еда и если все ее едят почему бы мне не поесть я сначала тоже подумал что это бред но нейросеть умнее нас я вижу эффект продажи бургерных выросли на тысячу процентов людей уже не остановить как ты не сможешь остановить человека который не здоровается через порог его никак не убедить также и эти будут есть бургеры день за днем постучать по дереву все эти приметы это лишь традиции которые были внедрены через постоянное повторение а мем это постоянное повторение вуаля идеальное совпадение нейросеть гениально а второй мем помощью второго мема я протестировал дестабилизацию дисциплины во всех школах страны это как со мной воюет сатана 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 слышал об этом что-нибудь чего какой сатана ах да ты ведь был в отключке нейросеть вычислила что людьми очень легко управлять через социальные сети но необычным способом она копнула в глубину человеческой сути самое главное что хочет человек в жизни это социальное одобрение и самоутверждение люди хотят чтобы их хоть кто-то посчитал важным мем создал романтизацию нарушения порядка в школе что-то типа вайба хорошего настроения под веселую музыку нарушить порядок так и щекочет нервы особенный кайф после этого каждый школьник мечтает черпнуть углом ботинка по стену или о пол и самое главное они отчитываются об этом снимают и говорят мы выполнили задание товарищ нейросеть причем здесь мем социальное одобрение в реальной жизни просмотры лайки комменты они подменяют реальное социальное одобрение виртуально но все эти люди даже не догадываются что нейросеть создала миллионы ботов которые делают эти лайки комменты и просмотры а по факту никаких просмотров и нет там три просмотра от мамы училки и от уборщицы школьник делает черкаш на стене и получает социальное одобрение в виде десяти тысяч лайков от ботов а потом он показывает это другу и тут делает тоже самое они все делают то что я захочу нем загружен идеология начинает работать люди идут дальше объединились в общую нейросеть и придумывают еще больше еще веселее что это тебе даст зачем тебе это об этом узнаешь чуть позднее для этого мне нужно загрузить 3 вирусный мем который изменит все абсолютно все станет не таким как прежде для этого мне нужно лишь нажать на эту кнопку и загрузить нулевой ролик запустить процесс ты готов держись за что-нибудь сейчас будет взлет медленно положи на землю ноутбук и отойди от малого слышь ты слабоумный ментяра а ну брось пукалку ты даже не знаешь с кем связался папа что ты творишь папочка и больной придурок какой я тебе папа а ты разве меня не узнаешь помнишь как ты купил меня на день рождения лего из которого можно было собрать джедая и йоду и там не хватило деталек для глаза и ты положил лицом в пол весь головной офис лего за то что испортили ребенку день рождения откуда ты это знаешь что за чушь не верь ему он был подключен к мозгу твоего сына также как я он знает все что знал твой сын все воспоминания я помню как мы ехали с тобой в роддом к маме чтобы встретить братика а потом ты сказал что братика не нашли но я знаю что тогда было на самом деле не может быть послушайте товарищ полицейский здесь действительно что-то неладно не верьте ему заткнись ты терял хоть раз сына нет ты даже нашел и я и я нашел пошли как старые добрые времена гулять на ровшановскую улицу и смотреть на прохожих я буду угадывать кто из них нарушителя кто нет а ты будешь их всех шманать и проверять угадал я или нет а если угадаю то мне лего да конечно сынок пошли папочка вон там дверь ты пока иди а я соберу вещи и догоню тебя давай продолжение на 50 тысяч лайков под этим видео подписывайся